здравствуйте с вами снова я и финляндия сегодня четверг почти 12 часов дня я уже сходила с моей семьей как я ее называю с ниной и с левой погуляла теперь до вечера буду дома и в пол пятого пойду соседний район там где почта за продукт а сейчас я вам расскажу одну из самых ярких историй моих отношений или моей любви как хотите так и назовите запаситесь чайку или лимонадиком я вот налила просто водички себе потому что я думаю что история это длинная и будет она не 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 в одном влоге а может быть два а то и три ну давайте приступим не буду вас томить значит эта история началась в восьмидесятом году в то время я уже была в разводе со своим первым мужем сыну моему было четыре года а мне было двадцать четыре года я окончила курсы буфетчиков полугодичные и работала в кулинарии у нас в районе открылась кулинария и как раз когда я закончила курсы мне предложили там где я училась мне это курсы были от 300 кафе и ресторанов городского и мне предложили место кулинарии обычным продавцом я согласилась вот я пошла и работала там работа значит была такая неделю работаешь неделю дома работали мы с 10 утра до 8 вечера работа была хорошая у меня был отдел полуфабрикатов это пельмени которые с фабрики привозили лапша сырые куры сырая рыба сырые беточки котлетки бюштексы яйца говяжья печень свиная печень и всякие такие сопутствующие товары вот это такой товар был у меня в отделе выручка была отличная потому что в то время и за пельменями очередь стояла мы с двух до трех закрывались на обед и в это время нам привозили с фабрики вот пельмени лапшу курей вот очередь была когда я открывалась у меня очередь была через весь зал в кулинарии было два отдела вот полуфабрикаты и кондитерский отдел и с другой стороны был барыщу то есть нас работало три человека в смену потом мы менялись и снова три человека шесть человек потом был еще старший продавец тонечка очень хорошая женщина которая помогала нам делать и эти самые отчеты вот и заведующие вот это восемь человек грузчик и уборщица 10 человек штат у нас был работали мы и в субботу и воскресенье потому что по неделю неделю работаешь неделю выходная и вот в свой выходной свою законную выходную неделю я обычно ходила парикмахерскую делать маникюр я пошла в парикмахерскую где я всегда ходила жанна была там такая парикмахерша постарше мне 24 но ей на лет 30 она такая красивая девушка рыжего волос такая ухоженная вот я пришла смотрю у нее мужчина сидит молодой мужчина она ему делает маникюр я поздоровалась она говорит ой подожди немножко сейчас я вот закончу с ним и потом ты сядешь я хорошо я не спешу я вышла на улицу достала сигареты закурила наверное одну две сигареты вот и все потом он вышел и говорит можно заходить я уже обслужился я пошла я пошла села она мне сделала маникюр и так в процессе мы с ней разговариваем она говорит а это мой тоже давний клиент он работает на золотых присках сейчас приехал в отпуск принес мне показывает такую 250 граммовая баночка икры красной он говорит все время у меня отоваривается хороший такой молодой человек и все такой разговор был я сделала маникюр ну сколько прошло времени может быть полчаса может быть 40 минут никто никуда не спешил за мной уже никого людей не было поэтому мы с ней так произвольно общаемся и она мне делает короче свое дело а лаком я любила красить таким ярко красным а поверх него вот таким вот серым и тогда вот красный вместе с серым и получался красивый такой приглушенный как бы бордово-серый цвет ну очень красивый вот ногти тоже у меня не были сильно длинные вот это я как-то я ну бывало я отпускала и длинные ну так в основном не очень длинные тем более работала кулинарии не хотела чтобы они обламывались и все остальное ну в общем когда я закончила свою процедуру маникюрную я выхожу вот вот а он стоит на это самое разговаривает с каким-то молодым человеком ну и потом что-то ему сказал и все и подходит ко мне привет привет и называет как его зовут я сказала как как меня зовут он мне говорит хочешь пройдемся в кафе кулинарию в кафе у меня там знакомый александр он как раз его смена выпьем кофе может быть какие-то пирожные поедим если хочешь там по бокалу шампанского я говорю я в этой кулинарии работаю он говорит да я говорю да вот пойдем мы пошли мой коллега бармен это же у нас одна смена нет он в другой смене я значит выходная он в другой смене был вот он заказал сразу по бокалу шампанского кофе и по кусочку торта не пирожное по кусочку торта пражского я люблю очень пражский торт вот потом мы еще выпили по бокалу шампанского ну и так сидели разговаривали он мне рассказал не говорил сколько ему лет сказал что он не женатый что он работает на золотых присках приехал на две недели в отпуск вот уже то ли два то ли три дня он пробыл в отпуске и будет снова возвращаться ему надо еще как бы какое-то время побыть там на работе на золотых присках вот и когда мы там уже посидели уже наверное может быть часа два прошло он спрашивает а где ты живешь я ему сказала он говорит хочешь я тебя проведу вот я говорю ну пойдем и нам так надо было кулинария в парке стояла надо было через парк пройти и так через дорогу и тут мой дом он меня провел спросил с кем я живу я сказала что я живу с родителями бабушка с нами живет у меня сын есть вот сказала что я в разводе ну все он спросил когда я работаю а это у меня был как раз по моему последний день выходного и на следующий день я выходила на работу вот ладно и вот я выхожу на следующий день на работу и где-то пол одиннадцатого он приходит и говорит мне это самое ты ты эту неделю тоже будешь выходная я говорю как как я выходная если я только заступила это моя рабочая неделя я договорился с твоей заведующей я в таком недоумении я говорю ладно она просила тебя зайти вот я пошла к ней в кабинет же поздоровалась ее звали Ирина Владимировна вот если мне было тогда двадцать четыре года то она такая женщина была под пятьдесят очень такая интеллигентная еврейка такая образованная с высшим образованием торговым вот она так сразу ко мне ну она ко всем была такая приятная такая она так Наташенька я твой молодой человек мы с ним решили вопрос значит эту неделю ты можешь быть тоже выходная ну ладно я пошла переоделась халат сняла переобула обувь потому что ну мы тяжело в домашней обуви ну что то легкое всегда стоять все таки с десяти утра до восьми вечера вот поэтому я всегда приносила свою обувь и вот он мне говорит пойдем ко мне я тебя познакомлю со своими родителями оказывается он живет совсем рядом наискосочек от кулинарии в пятиэтажном доме на втором этаже он жил ну вот ну пока мы шли он сказал что единственное я тебя о чем прошу скажешь родителям что мы давно с тобой знакомы я говорю хорошо там сестра еще Ирина у него на пару лет меня моложе если мне было двадцать четыре то ей двадцать два она тогда еще не замужем была вот мы пришли поздоровались мама предложила нам покушать я говорю нет не хочу покушать она говорит ну хорошо я тогда буду готовить обед вот и они с отцом пошли у них собака такая еще овчарка большая у них трехкомнатная квартира ну такая в пятиэтажном доме но дом кирпичный большие такие комнаты одна комната отдельная и две смежные кухня такая большая вот родители взяли собаку пошли на рынок вот я не знаю что они покупали ну пока мы там с ним общались оттуда сюда вот и где-то часам к часу по второму она приготовила очень хороший обед мы сели вот бутылка шампанского была мы так разнакомились поближе вот спрашивали как давно мы знакомы я сказала что мы давно знакомы еще до его отъезда на север они так были удивлены но вида не показали ну ладно время проходит эта неделя проходит потом мне снова выходить на работу и он снова договаривается с моей заведующей что я опять остаюсь дома вот и в ходе этого отдыха мы с ним много куда ездили он много о себе рассказывал конечно он много и утаил я потом когда у меня в то время с моим братом были очень теплые близкие отношения я ему сразу же позвонила сказала что я познакомилась с таким человеком сказала как его зовут у него кроме имени еще была так сказать кличка вот он сказал я тебе сестра не советую с ним встречаться но ты же знаешь что он картежник я говорю нет я этого не знала оказывается да он действительно картежник и потом как выяснилось он уехал туда заработать деньги на север потому что была проиграна в Одессе у них там были свои сборы в Одессе была проиграна небольшая сумма а вы знаете что карточные долги надо отдавать сто процентов и он как бы взял как отстрочку на какое-то время и уехал для того чтобы заработать на присках деньги и вернуть свой карточный долг вот потом он мне конечно это все рассказал короче мы еще провели с ним неделю и он заторопился ему надо было уезжать я не помню был у него билет взят или не было билета ну в общем он сказал что я уезжаю когда я вернусь мы решим вопрос и мы с тобой будем вместе хорошо хорошо вот он уехал он сказал что возможно я тебе даже звонить не буду по той причине что приеду на место вот а потом оттуда вертолетом его еще ну не только его других людей отвезут на участок на на приски потому что там где у них как бы стояла база это сейчас я вам скажу Хабаровский край район Полины Осипенко поселок Херпуччи если кто-то живет на севере там в Хабаровском крае смотрит меня то знает что это это такое далекое забытое место людьми единственное что там это золотые приски поэтому там вот были люди которые работали на золотых присках вот он улетел он улетел он один раз мне позвонил сказал что у него все хорошо все прекрасно но когда он еще был дома вот у меня было много девочек знакомых и в обувном магазине в одежде потому что они приходили к нам в кулинарию вот а я так разнакомилась я там у них какие-то товары брала им оставляла те же пельмени те же курей рыбу потому что ну тогда это все так как-то было дефицитно или чтобы они на работе что же и обувные одежды работали с десяти до семи вечера а мы до восьми вот они с работы шли там рядом заходили то что я там оставлю забирали расплачивались и вот он попросил ты купи пар десять детских колготок так вот на два на три года там меня вроде попросили ну хорошо я правда спросила темные или светлые для девочки или для мальчика он говорит да все равно там все равно ладно я купила наверное так десять пар я и купила колгот этих детских ну короче улетел он вот один раз позвонил все нормально и вы знаете вот он улетел а я себе места не нахожу я себе настроила таких планов что мы будем вместе но он так ко мне хорошо относился и так хорошо относился к моему сыну что до этого и скорее всего даже после этого ну если только брать юру тогда же дети у меня уже были взрослые вот юра так хорошо относился к моей Настюше всегда вот Настюша же приезжала к нам так скажем лет да с трех лет сначала с невесткой с моей потом когда стала постарше приезжала с моей мамой вот юра всегда относился к Настюше так же как как будто бы это его родная внучка и вот так этот человек относился к моему сыну когда он уезжал он мне оставил немалую сумму денег я вам скажу на то время заработок я зарабатывала сто восемь рублей в кулинарии ну конечно я вам скажу сейчас уже об этом можно говорить у меня были деньги которые которые в торговле все имели у меня были деньги кроме этих ста восьми я еще может быть в неделю и рублей тридцать сорок имела и кроме этого могла взять и курицу и пельмени домой и печеночки все это тоже бесплатно так что я не нуждалась тем более я жила с родителями и все эти деньги я тратила только на себя и на сына но так как я уже была в разводе у меня были элементы маленькие двадцать шесть рублей девяносто шесть копеек но это все равно были деньги вот потому что восемнадцать рублей стоила стоил детский садик а так как я жила с родителями на питание я не давала за свет за воду я это ничего не платила то есть все деньги которые у меня были я тратила на себя и на ребенка вот ну и в общем я так вот заволновалась заволновалась и мне так как-то его стало не хватать и я прям так затосковала и я решила ехать вот я как раз вас подвела к тому моменту сейчас я отключусь и продолжу вот